Год Константина Иванова в Чувашии запомнится жителям республики интересными событиями и проектами. Старт культурному марафону дали в Государственной филармонии, где состоялась премьера музыкально-поэтического проекта Нарспиана. На первом показе побывала и наша съемочная группа. В этом году основоположнику чувашской художественной литературы, поэту и переводчику Константину Васильевичу Иванову исполняется 125 лет. Его творчество – культурное наследие чувашского народа. В Государственном историческом архиве хранятся документы и книги, принадлежавшие поэту, переводы произведений. Представленные на вечере коллекции, все желающие смогли ознакомиться с особо ценными документами. В наших фондах мы обнаружили документы, подлинные документы Константина Иванова. Это документы, как он учился в Симбирской школе, как поступал. Потом, впоследствии, он как там работал, переводил книги по настоянию Ивана Яковлевича Яковлева. И, конечно, потом, в 1966 году учредили премию имени Константина Иванова. Главное творение Иванова, безусловно, бессмертная поэма Нарспи. По ее мотивам написаны пьесы, поставлена опера и мюзикл. И вот сейчас Марисий Клашкин создал музыкально-поэтический проект Нарспиано. Он постарался сохранить особенности чувашского стихосложения Константина Иванова и музыку чувашской речи. Прочитав поэм Нарспи, вдруг меня осенила такая мысль о том, чтобы создать композиционное построение, и которое мы назвали музыкально-поэтической реминесценцией. Как бы воспоминание тех лет, когда звучал Нарспи, как будто мы испытываем те же чувства и Сетнера, и Нарспи, того же, так скажем, деспота, тахтамана, который, понимаете, и большое сожаление вызывает образ Нарспи. В основу музыкального спектакля легли произведения знаменитых чувашских композиторов Федора Павлова, Анисима Асламаса, Нарспи из оперы Григория Хирбю, хоровой цикл «Слагбашские песни» и кантаты «Сельби» Федора Васильева и другие. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика.